Не за горами Новый год и время, когда учащиеся брестских школ будут отдыхать от учебы. Времени для игр будет много, а потому вероятность травмирования увеличивается в разы. Сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе уделяют особое внимание профилактике детского травматизма. В преддверии зимних каникул особое внимание, конечно же, хочется уделить, опять же, детям, а также их родителям. В данный период основная роль – это родительская, так как дети зачастую остаются без контроля. Поэтому мы призываем всех родителей уделять особое внимание местонахождению своих детей, также проводить постоянные беседы о безопасности нахождения на улице. В наше время детям также важно уметь правильно вести себя, чтобы избежать беды, которая не спрашивает, готовы вы к ней или нет. В преддверии зимних каникул в средней школе номер 7 сотрудники провели встречу с ребятами в игровой форме, направленной на предупреждение. Целью проведения подобного рода мероприятий стала профилактика. Мы напоминаем подросткам, что при переходе проезжей части дороги и железнодорожных путей необходимо снять капюшон и наушники, а также убедиться в полной остановке транспортного средства перед переходом. В темное время суток необходимо иметь при себе светоотражающие элементы. Пиротехнические изделия запрещены к продаже лицам моложе 16 лет, а запускать салюты и фейерверки рекомендуется несовершеннолетним только в присутствии взрослых. При катании с горки необходимо помнить, что спуск с нее должен находиться вдали от проезжей части дороги, деревьев, бордюров и иных сооружений. Детям и прежде всего их родителям не стоит забывать, что улица таит в себе множество опасностей, которые за собой влекут не совсем хорошие последствия, а потому нужно быть предельно внимательными и дисциплинированными. Я считаю, что посещение милиционерами очень важно, так как в преддверии зимних каникул перед Новым годом дети часто забывают о правилах безопасности и перестают их соблюдать. На сегодняшней встрече милиционеры напомнили нам о правилах безопасности, о том, как надо кататься на горках, что нельзя быть без взрослых на улице в темное время суток и другие правила. Пока я еще являюсь ребенком, надо как бы заботиться о своем сохранении жизни, можно сказать. Ну и не только для меня это важно, это важно и для родителей, потому что они не всегда успевают научить ребенка этому, а такие встречи полезны. Закончилась встреча со школьниками своеобразной викторины с решением различных ситуативных задач, после которой были определены победители и вручены поощрительные призы. Давайте так, через что-то розыгрышим.